Хорошо, наша недельная глава называется Хукат. Я считаю, что это одна из самых еврейских глав во всей Торе, потому что здесь, смотрите, 19.2 мы смотрим. Это закон Торы, который приказал Ашем. Сказали, говори сынам Израиля. И дальше идет описание Параа Дума, красной коровы. Но здесь очень интересное вступление. Это закон Торы, который приказал Ашем. То есть это не просто закон. Это не просто Тора как учение. Это закон Торы. Хукат – это сопряженное такое выражение. Это от Хука – Хукот. У нас есть два типа, как мы уже говорили, два типа законов. Есть Мешпатим, есть Хукот. Если Мешпатим мы можем понять, и они похожи на многие законы, которые есть у других народов, то Хукот – это особые законы, которые выполняются не потому, что мы понимаем, зачем они нужны, а потому что так нам приказал Всевышний. Правильно? И вот это вот основа Торы. И здесь мы сейчас немножко почитаем комментарии на вот этот вот оборот, закон Торы. Вот закон учения. Раша говорит так. Обвинитель дурного побуждения, это он имеет в виду Сатана. И народу мира насмешливо говорят Израиле, что это заповедь, чем ее смысл. Поэтому написано Хукот – это предопределение, исходящее от меня закон, и не вправе подойти к нему критически. Ну, значит, он ссылается при этом на трактат Вавилонского Талмуда Йома 67b. Мы сейчас немножко оттуда почитаем вообще, о чем идет речь. На самом деле там идет речь немножко о других Хукот, то есть не о красной корове, но вот мы читаем. Ты будешь хранить мои законы, в этом случае это как постановление. И хотя Сатан и здесь народы мира могут тебя высмеять, потому что существуют следующие ограничения. Употребление в пищу свинины, одевание одежды, которая сделана из смеси материалов, то есть, допустим, из шерсти и льна. Шатнес. Да, Шатнес, да. Значит, Халица, мы как раз недавно говорили на элементарном иудаизме, этот обряд для Ивама, то есть, это левератный барбрак, и очищение прокаженного, то есть, ну, вы понимаете, что это цараат, да, и козел отпущения. И хотя они могут сказать, что здесь нет смысла, и это бессмысленное занятие, но так как записано «Я твой Господь» в Айкра 18.4, чтобы показать, я Бог, я приказал эти положения, и у тебя нет права, чтобы в них сомневаться. Мы сразу пойдем в Айкра и прочитаем, о чем здесь идет речь. И законы мои соблюдайте. Положение, являющееся наказом царства, вот это вот хука, и смысл их от человека сокрыт, и дурное побуждение выдвигает возражения против них. Для чего нам их соблюдать? И народы мира выдвигают свои возражения, ну, там просто сейчас цитируют Йома 67-б, но имеется в виду, здесь надо читать, правопорядки мои исполняйте, законы мои соблюдайте, поступаем по ним, я Господь, Бог ваш. То есть, еще раз, эти законы выполняются не потому, что у нас есть для них логическое объяснение, вы посмотрите, набор какой-то, неупотребление в пищу свинину, шатнес, холиса и козел отпущения. Я знаю, что многие люди пытаются для кашрута придумать какие-то рациональные объяснения, что это лучше для здоровья, даже Рамбов пытался дать объяснение, а вот в Талмуде у нас написано, вы исполняйте, потому что их заповедовал вам Господь. И в этом случае у нас есть здесь пара Адума, красная корова. Значит, мы сейчас прочитаем немножко из Тора. Говори, сынам Израиля, возьмут к тебе корову красную, цельную, в которой нет изъяна, на которую не поднималась ерма, и дадите ее Элизару Коину, и выведет ее вовне лагеря, и зарежет ее перед ним. И возьмет Элизар Коин, и с кровью ее пальцем своими брызнет напротив лица шатра встречи, и с кровью ее семь раз. И сожжет корову перед глазами его, шкуру ее, и мясо ее, и кровь ее с выделениями сожжет. И возьмет Коин дерево кедровое, и изов, и червленницу, и бросит в среду сожжение коровы. И постирает одежды свои Коин, и омоет плоть свою в воде, а после войдет в лагерь, и не чист Коин до вечера. И сжигающий ее постирает одежды свои в воде, и омоет плоть свою в воде, и не чист до вечера. Сейчас мы чуть-чуть дальше, я вам покажу картиночку. Секундочку. Покажу картинку. Насчет коровы. А, здесь насчет коровы. Интересно, наверное, есть. Чтобы показать. Пора дома. А, вот она. Это вот картинка. Я потом объясню, что это значит. А пока мы просто смотрим на эти картинки, где изображена красная корова. 10 штук. У нас здесь красных коров. И сжигающий ее постирает одежды своей в воде, и омоет плоть свою в воде, и не чист до вечера. И соберет муж чистый пепел коровы, и поместит в ней лагеря, а вместе чистым. И будет для общины сынов Израиля стражей, для воды обрызгивания, хататет. И постирает собирающий пепел коровы одежды своей, и не чист до вечера. И будет для сынов Израиля, и для гера, проживающего среди их, законам вечным. Коснувшийся мертвого среди всякой души человека и не чистenda в ней. Он очистится им в день 3, в день 7 очистится. Если не очистится в день 3, в день 7 не очистится. Всякий, касающийся мертвого среди души человека, который умрет, и не очистится. Мешка на шем сделан не чистым. Отсечется душа от Израиля. Потому что вода обрызгивания не побрызгана на него. Не чистый будет еще, не чистота его на нем. То есть, о чем идет разговор? Если человек коснулся мертвого тела, коснулся могилы, коснулся кости, как здесь было, и всякий, который дотронется поле к убитому мечом или к мертвому, или к кости человека, или к могиле, нечесть, бойся в ней. То есть вот эти вещи, которые связаны со смертью, они настолько загрязняют тому нечистоту смерти, что этот человек не имеет права входить в храм. В этом случае в мешках. То есть здесь душа сразу, карет душа отсекается сразу. И для того, чтобы войти такому человеку в храм, ему надо очиститься, и для этого нам нужна красная карава, пара одума. Причем обратите внимание, это еще Раша тоже в комментарии написал, что эта пара одума очищает от нечистоты смерти, и в то же время тот, который ее готовит, он сам загрязняется. Посмотрите, тот такой коин, который присматривает за ее изготовлением, он нечист. Тот, который сжигающий ее, нечист. И пепел коровы, кто собирает, он нечист. Он, каждый из них загрязнен. И в то же время, что мы готовим водоочищение с помощью этой коровы. «И возьмут для нечистого из праха сжигания хатата и даст на него воду живую сосуду». Ну, вода живая, это не сказочная вещь, это имеется вода, которая из источника. То есть, считай, что такая вода напрямую связана с источником жизни, и она годится для всех этих вот вещей. То есть, вода из миквы тоже, она своего рода живая, потому что чисто дождевая не годится для этого. Самая лучшая миква, конечно, это море и океан. И возьмет и зов, и окунет, ну, что такое зов, это растение такое. И окунет воду, муж чистый, побрызгает на шатеры, на все сосуды там, где мертвое тело шатер. И на души, которые были там, и на драгивающих костей, или к убитому, или к мертвому, или к могиле. И побрызгает чистый на нечистого в день третий, и в день седьмой очистит его в день седьмой. И постирает одежду свои, помоется в воде, и чистый вечером. Помоется в воде, это миквы, как вы понимаете. А муж, который будет нечистый, не очистится, и сочется душа-то из среды общества, потому что Микдаша Шема сквернил. Вода обрызгивания не брызнута на него, не чист он. И будет для них законом вечный, и брызгающий воду обрызгивания постирает одежду свою, а касающийся воды обрызгивания будет не чист до вечера. И все, чего коснется нечистый, будет не чистая, а душа, касающаяся, будет не чиста до вечера. То есть видите, как это опасно, и сколько много условий для того, чтобы изготовить правильную воду обрызгивания из красной коровы. Ну и как сейчас мы знаем, сейчас нет пепла красной коровы, и поэтому все загрязнены, все не чистые, никто не имеет права войти в храм. Правильно? И поэтому очень большая осторожность даже при подъеме на храмовую гору, потому что на том месте, где стоял храм, все равно освященная земля освящена. Это кодиш, и туда нельзя вступать, потому что все в состоянии ритуальной нечистоты, коровы у нас нету, пепла коровы у нас нету, и поэтому мы не имеем права даже наступить на то место, где стоял храм. Сразу карет, как положено. Значит, будем немножко разбираться. Возьмут себе корову красную и цельную. Такая красная корова, но она не ярко-красного цвета, она рыжеватая, но она определенным образом рыжеватая. В ней нет ни одного, на какой-то определенной площади ее шкуры не должно быть ни одного черного или белого волоска. Один вроде может быть, а два волоска она уже не годится. Это достаточно редко, но такое встречается. И вот у нас здесь, я нашел такую картинку, которая нам рассказывает об истории красных коров в Израиле. Вот первая корова, о которой мы сейчас говорим, под номером один, это которую приготовил Элизар бен Аарон. Это сын нашего Аарона. Вот эта вот первая корова, ее пепла хватило до времен Эзры, до возвращения из Мавилонского плена. Эзра приготовил вторую корову. Шимон Гацадик приготовил третью и четвертую. Коин Гадоль Йоганан приготовил пятую и шестую. И во времена второго храма была седьмая, восьмая, девятая и здесь это прекратилось. И десятая корову уже будет приготовлена во времена Машеха. То есть между девятой и десятой очень большой промежуток. Сейчас ее нету, мы находимся как раз в этом промежутке между девятой и десятой коровой. Ну, значит, цельную, в которой нет изъяна, как мы понимаем, что нету даже двух волосков, на которую не поднималась ярма. То есть она не знает, что такое работа. Никогда она не была в рабстве у человека, грубо говоря, это корова. Еще очень интересно, что есть такое выражение, что красная корова это мама золотого тельца. Вот мы сейчас об этом тоже поговорим. Каким образом она может быть мамой золотого тельца, если золотой телец был, возьмем другой книг. Если она появляется на арене только сейчас, то каким же образом она может быть мамой, когда намного ее старше? Ну, Раша объясняет это так. Значит, она мама золотого тельца, потому что когда какой-нибудь... Владимир, нельзя звука добавить чуть-чуть? Можно, можно. Сейчас я добавлю. Так лучше? Да, так лучше. Спасибо. Хорошо, да. Значит, почему здесь идет разговор, что она мама золотого тельца? Это метафора. Это как говорят, что когда маленький ребенок нагадил в царском дворце, зовут его маму, чтобы она убрала за ним. И значит, как нагадил золотой телец, так вот красная корова за ним убирает. Поэтому она как бы его мама золотого тельца не потому, что она его родила, а вот по этой метафоре, что она за ним убирает. Здесь есть такая вот интересная теория, что когда еврейский народ стоял на Синае, получал Тору и находился в непосредственном контакте со Всевышним, был полностью искуплен грех первого человека, промах первого человека. Давайте не будем уподобляться. Промах первого человека был искуплен. И люди достигли такого же положения святости, которое было у Адама до его промаха, у Адама и Хавы. И почему опустились с этого уровня? Потому что начали поклоняться по собственному разумению, а не так, как Всевышний повелел Маше. Владимир, вопрос такой, это ж 50 дней, это 49 сферот, правильно? Вы за это говорите, да? Нет, я сейчас говорю совсем о другом. Нет, ну вот вы говорите, что это святости получили, они же каждый день получали. Давайте скажем так, 49 сферот, это да, это символически поднимался народ Израиля, да? Да, 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 да. Чтобы получить Тору, вы это имеете в виду? Да, 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 да. Согласен, да. В общем, они поднялись перед принятием, после принятия Тора на такую высоту, что они полностью искупили промах первого человека. А чем закончился промах первого человека, как мы помним, что в мир прошла смерть, да? Люди были предупреждены, что вы, если вы скушаете этот плод, то вы умрете. Ну, конечно, это как Нахаш пытался это толковать по пшату, типа, что вот, посмотрите, вот я кушаю, я не умираю, вы скушаете, а не умрете. Но, тем не менее, после этого в мир прошла смерть, в мир людей. До этого смерти не было. И по этому объяснению, когда евреи у горы Синай поднялись на такую высоту, что смерть ушла из мира. В общем, промах первого человека был полностью искуплен. И то, что осталась смерть, сейчас это не из-за промаха первого человека, а из-за греха золотого тельца. И его мама, красная корова, частично вот эту вот штуку искупляет. То есть, по крайней мере, она не воскрешает, но как бы некоторый намек на это содержится во всех этих манипуляциях. И, по крайней мере, она очищает от нечистоты, связанной с мертвым телом. От нечистоты смерти. Вот это вот у нас такое вкратце. Конечно, здесь можно копать очень глубоко. Но вот это вот вкратце. Владимир, вот вы еще не сказали, когда сжигают корову, бросают траву и нить эту червленую. Это тоже как будто золотой, ну, золотой грех, золотой оттенок, сленка, да, тоже с этим связано? Сейчас мы посмотрим. Мы не забываем, что мы разговариваем сейчас о хуке. То есть, о вещах, которые нам специально говорят, что полностью понять мы его не можем. Правильно? Да, да, да. Раша, повторяя Вавилонский Талмуд, говорит, что можно сказать, с точки зрения сатана, это сомнение нашего, и с точки зрения народов мира, что это просто бессмысленные какие-то мероприятия. Почему вы бросаете туда щепки, дерево кедровое, и изов, и червленницу, и бросите в среду сожжение коровы? Ну, значит, здесь можно попробовать рационально объяснить. Вот корова, самая большая, как бы, из кошерных животных, самое большое, как бы, вместилище жизни, чисто биологическое, да. Я не знаю, какие кошерные животные, больше коровы, там, наверное, это одно из самых крупных кошерных животных. Оно вместитель жизни. Кедр – это тоже очень большое дерево, да. Ну, изов – это маленькое какое-то растение, да. Червленница – это шерсть. А, потому что, ну, вот, допустим, Раф Левин считает, что потому что червленницу красили с помощью красителя, добытого из маленького червя, это тоже какое-то символ. То есть здесь можно придумать какую-то символику, ну, а если такая ему наобшута, можно сказать, Всевышний говорит, прыгая, мы спрашиваем, как высота. И он нам говорит, вот так и так. Мы вот так и прыгаем. Мы, может быть, не понимаем прямо сейчас, зачем это было дано, но мы знаем, откуда пришло это указать. И поэтому мы его выполняем. Как видите, прекрасно в Талуде написано, что то, что евреи не едят свинину, не имеют логического объяснения. Никто не умер, да, не имеет. Всевышний знает, почему это. Мы можем не знать, но это и не обязательно, потому что знает он. Все хорошо. И что еще мы можем сказать по этому вопросу? Ну, вот это, уже обратили внимание на эту странную вещь, что те, которые готовят пепел красной коробой, все становятся нечистыми, да? А тот, на кого брызгают этой водой, очищаются. Ну, как сказать? Ну, есть такая аналогия, что, во-первых, ну, если ты делаешь мыло, если это не очень чистое, то мыло у тебя все равно получается, и можно помыться. Это первое. Ну, а второе, такая аналогия, что, типа, того, что мыло моют, только когда ты ее употребляешь специально для того, чего нужно. Если оно там в другом месте, оно тебе не помоет. Так и это, вот эта вот красная корова очищает, только когда ты ее используешь специально для очищения. Когда она не для очищения, она не очищает, а, наоборот, загрязняет. Ну, это так, это попытки так. Это, скорее, мнемонические правила, чтобы мы запомнили об этом достаточно важном моменте в Торе, потому что он не зря называется, он не просто Торо-учение, не просто устав или закон Хука, это закон Торы. Можно считать, что это один из краеугольных камней, на которых все и стоит. То есть, выполняешь, потому что это, так сказал Всевышний. Может быть, это, ну, мы можем какие-то объяснения для этого придумать. Конечно, нам Всевышний дал разум, мы можем пытаться, но не надо расстраиваться, если наш разум заведет нас в штупике или к неправильному объяснению. Не мы первые, не мы последние. Говорят, шло Муамелик, говорил, что он думал, что он все познал, а вот вспомнил о Красной Корове и решил, что не знает ничего. То есть, для этого это проблема, которую вот один из мудрейших людей мира не смог решить. И не стеснялся в этом признаться. Ну, и мы можем не стесняться, что мы не понимаем это до конца. Нам, как видите, есть на кого равняться. И в Талмуде об этом говорится, и Раша нам об этом напоминает. Ну, и чтобы нам было это понятнее, вот у меня здесь есть урок по такой главе, одного уважаемого Рауа, вот он проводит пример, что Маше тоже не все понимал. Вот, он, например, приводит в пример такой метраж. Значит, интересно. Значит, Маше, когда был на горе Синай, увидел, что Всевышний сидит и рисует коронки над буквами Тора. Знаете, такие вот в Торе есть интересные коронки над буквами. Видели когда-нибудь такое? Обращали внимание когда-нибудь? Да, да. Да, да, да. Кажется, метраж слышал просто. Да, хорошо. И Маше спросил, что это, и Всевышний его отправил в будущее, и он попал в Ешиву Раби Акива. Сел там на каком-то далеком ряду и слушает. Раби Акива рассказывает Аллаху. А Маше слушает и думает, а что это такое? Я ничего не понимаю из того, что здесь говорят. Ну и один из учеников спросил Раби Акива, скажите, пожалуйста, откуда выводится та Аллахавка, о которой вы говорите? Говорит, это учение, которое получил Маше на горе Синай. И Маше говорит, ага, очень хорошо. Он вернулся обратно в свое время на горе Синай и говорит Всевышнему, у тебя такие есть люди, а почему ты Туру через меня отдаешь? Он же умнее меня намного, Акива. А Всевышний ему на это отвечает. Молчи, потому что такая мысль появилась у меня. Все. Шекет и все. Никаких этих самых объяснений. Такая моя у меня мысль. А Маше тогда говорит, ну, такой великий человек, Раби Акива, а можно посмотреть, как закончилась его жизнь? Ну, Всевышнему показывают конец Раби Акива. Римляне с живьем с него сдирают кожу крюка. И он говорит, я ничего не понял. Вот это и есть Тура, вот это и есть награда за все. И опять ему Всевышний говорит, что молчить так получилось. Вот такой вот метраж, который на первый взгляд совершенно какой-то, ну, как бы неинтеллигентный. Чего не спрашиваешь, тебе на все ответ заткнуть, грубо говоря. Не двое дело. Но вот здесь это, в принципе, здесь прямая связь с этой красной коровой, что даже Маше не до конца все понимал, потому что Всевышний, как бы мысли Всевышнего и пути Всевышнего, это не наши мысли и не наши пути. Да, так получилось. Но мы не знаем почему и в силу каких причин, чем это закончится. Мы видим только какой-то маленький кусочек, и из него мы не можем сделать никакого вывода, потому что это придумали не мы. Даже не Маше и не Раби Акива. Это придумал Всевышний, а даже Маше не стал, даже не стал брата объяснять, почему это случилось. Такая мысль пришла мне в голову, и так сошлось. Ну вот таким образом мы немножко с первой частью нашей главы разобрались, насколько это возможно разобраться. Мы разобрались в нашем отношении к ним. По крайней мере, даже еще скромнее скажем, разобрались с тем, что я выучил по поводу отношения уважаемых людей к этой главе и к этому постановлению Всевышнего. Потому что я сильно недавно занимаюсь торой, для того, чтобы вообще иметь свои мысли. Дальше. И на этом мы заканчиваем красную корову. Да, еще что мы можем еще сказать. Мы уже слышали отчасти о красной корове, потому что когда готовили коинов и левитов, их обрызгивали водой очищения. Я думаю, что это была именно красная корова, она все-таки тогда уже была, но нам, как... Ее просто невозможно было поставить в то место туры, потому что сейчас начинается экшен настоящий. Кончается 40 лет, когда евреи ходили попусты. И сейчас евреи опять идут в Кнаан. И если они идут в Кнаан, что их ожидает? Их ожидает война. Если ожидает война, то большое количество людей, которые будут загрязнены нечистотой смерти. Именно сейчас нужно какое-то средство, которое очистит, которое позволит евреям пользоваться мешканом. Поэтому в другое место туры просто невозможно ее поставить. А так, универсальный принцип, что в торе хронология не всегда соблюдается. И нет раннего и позднего. По всей видимости, уже тогда эта вода обрызгивания была. Но мы так подробно об этом положении о красной корове мы еще не знали. Но вот теперь узнаем. И дальше у нас идет продолжение. Не пришли сыны Израиля, а вся община в пустыню Цин. Месяц первый. И поселился народ в Кадыш. И умерла там Мирьям. И была похоронена там. Значит, у нас опять трагедия. Из семьи Маше умерла его старшая сестра. Сейчас мы немножко посмотрим, где этот Кадыш находится. Это не Кадыш Борнеа в этом случае, скорее всего. Проблема в том, что их несколько Кадыш. Кадыш Борнеа, помните, откуда ходили разведчики. Вот он находится. Он в Паране находится. А вот Цинь. То есть это как бы одна и та же пустыня, но немножко разные места. И пришли сюда в Кадыш. И в этом случае уже вход будет не со стороны Негева, не с юга Израиля к Наана, а вот через Ерден. Через Ердан. В этом почему-то вот даже я не могу точно сказать, почему в этом сначала был план войти через Кадыш Борнеа, а закончилось это походом к Ердене. Ну факт тот, что вот у нас есть два Кадыша. Один Кадыш Борнеа, другой Кадыш. И туда мы пришли в пустыню Цинь. Здесь вот она называется Wilderness of Цинь. Мы же видим знакомые слова здесь. Эдо, Моа, Моаб. И тут начинается. И не было воды для общения, и собрались на Маше и на Аарона. И сорвался народ с Маше, и сказали, сказав, «Если бы погибли мы гибелью братьев наших перед Ашем. А зачем привели вы общество в Ашем в пустыню, то умереть там мы и скот наш. И зачем подняли вы нас из Египта, привели нас в место плохое, это не место семени и инжира, виноградной лозы и гранатов, и воды нет пить. И пришел Машем и Аарон от общества ко входу шатра встречи, упали на лица свои, и показалась слава Ашеме». Это почти точная копия того, что было уже в Рафидин, да? Помните такое место? Только тогда еще Маше сказал, что еще немного меня побьют камнями. А в этом случае они уже просто сразу побежали к шатру встречи, и упали на лицо, и слава Ашем появилась перед ними. Это, кстати, очень важная вещь. Сейчас тоже интересный эпизод. «И говорил Маше сказал, возьми посох и собери общину, ты и Аарон, брат твой, и говорите скале перед глазами их, и даст воды свои, и вынешь для них воды из скалы, и напоишь общину из скалы. И взял Маше посох перед Ашем, как приказал ему, и собрали Маше и Аарон общества к лицу скалы, и сказал им, слушайте, пожалуйста, непокорно, а из скалы я там вынем для вас воды. И поднял Маше руку свою, давал скалу посохам своим дважды, и вышли воды многие, и пила община, и скот их». «Вроде бы все хорошо, но здесь начинается, почему говорят, что Маше не вошел в Кнаан по причине вот этого эпизода. Причине так написано по Пшату. «И сказал Ашем Маше и Аарон, так как не поверили вы мне выделить меня перед глазами сынов Израиля, поэтому не приведете общество в эту страну, которую дал я им». «Все хорошо, вы не придете именно из-за этого эпизода». «А что он сделал неправильно?» «Вот что случилось?» «Хорошо, даже если Ашем Маше что-то сделал неправильно, потому что Аарон, он только потом еще рядом стоял, получается». Ну, здесь есть много толкований разных. «Ну, мы сейчас вернемся на Шахмазад, и говорилось, что Маше сказал, «Возьми посох и собери общину, ты, Аарон, брат твой, и говорите скалей перед глазами, и даст воды свои». То есть, что говорилось собрать общину? Так у нас здесь община называется в этом случае. Никога, вот это как-то сама, как он в основном, община называется. Аарон, сейчас я свет включу, на секундочку. У меня уже плохо видно евро. А, да, да, это община, это в хорошем смысле община. Это не кагал, не просто сброд людей. Община – это то, что организовано. Надо было их собрать, обратиться к скале и сказать «Скалава». Дай, по слову Ашем, дай воды. Скалава дала. Потому что все в мире подчиняется Ашем. Если Ашем сказал, что сейчас будет вода, будет вода. Вместо этого Маше идет к скале, делая то, что он делал. Брифидим только два раза. Он ее бьет два раза. И еще обратился в общину. Слушайте, пожалуйста, не покормя. А вот сейчас я вам трюк покажу со способом. Раз, два, и вот вода. Вопрос в том, что посох был не нужен. А вообще, просто надо было его взять. Может, это был как символ его власти. Знаете, как этот жезл такой у царя. Тем более, этот посох, который Маше использовал для кастния в Египте, для того, чтобы развести воды моря. В общем, это очень серьезная вещь. Ему не было говорить «Возьми посох и пойди наверни скалу пару раз». То есть, в этом случае он сделал не то, что сказал ему Ашем. Вопрос, насколько велик его был проступок. Ну, здесь есть такое толкование, что в Рифидим в прошлый раз это были рабы, которые только-только освободились из египетского рабства. И с ними надо было поступать именно так. А в случае в Кадеш, это было уже другое поколение. Уже прошло 40 лет. Владимир, я извиняюсь, опять звук. Очень плохо. Сейчас я поправлю. О, сейчас хорошо, спасибо. Сейчас поправлю звук. Извините за беспокойство. Да ничего, все очень хорошо, все правильно. Я просто хочу сказать, что в прошлый раз это были рабы, которые только вышли из Египта. И им нужны были какие-то материальные чудеса. А с новым поколением предполагалось, что было достаточно, у них было гораздо больше веры. И достаточно было скалой воды. И, в принципе, им это было достаточно для того, чтобы подтвердить свою веру в Ашем. Но Ашем не дал такой возможности, а опять сделал так, как будто бы он был необходим для этого. Но есть такое толкование. В общем, а есть третье толкование, такое больше мидрашное, что Ашем, так как мы до конца не можем понять, что случилось, а в чем такая большая вина, и почему Маше и Арон не могут найти в Кнаан, то есть такое толкование. Знаете, когда Пшат нам не помогает, то на помощь проходит мидраш всегда. И мидраш, и один из мидрашей говорит, что на самом деле это все-таки... Почему? Говорит, это мидраш, потому что Маше так сказал, что он не вошел в Кнаан из-за грехов разведчиков. Но так как это немножко бы его унизило, то для него и с Аароном Ашем специально, чтобы их оградить, и чтобы мы даже не поняли, что случилось, для них придумали отдельную как бы правильность. Ну, есть такой мидраш. Но факт тот, что здесь от лица Ашем написано то, что я опять перепутал книги. Так как не поверили во мне, выделят меня перед глазами сынов Израиля, поэтому не приведете общество в эту страну, которую дал я им. Все. Но еще раз эту ситуацию проанализируем. Она почти, я говорю, копия прошлой ситуации. Но здесь есть свои нюансы. Значит, зачем подняли нас из Египта, привезли нас в место плохое, это не место семени, инжира, виноградной лозы, гранатов. Это чепуха. У всех был только ман. И воды нет пить. А вот это серьезно. Человек без воды умирает. Так как это серьезно, общине была дана вода, но получилось, это не так, как задумывалось, а немножко с своеволием Маши. Хотя я тоже не уверен, что все это было. Короче, мы до конца не понимаем, что случилось, но было заявлено, что не приведете общество в страну, которую дал я им. Мы потом знаем, что Яшоу Бену был избран как преемник Маши, как Луна и Солнце. Но факт тот, что хорошо, мы сейчас уже в Кадеш, в пустыне Ци, вот здесь Эдум, здесь Моав, где-то здесь бродит Амалек, в том же районе родственник Эдума, внук. И теперь нам надо пройти из Кадеша к реке Ярден. И послан Маши, посланцев из Кадеш, к царю и Думу. Так сказал брат твой Израиль. Ты знал всю тягость, которая нашла нас. Кстати, обратите внимание, то есть обращается он от имени Израиля, от Яакова, да, брат твой Израиль. То есть себя он вообще не упоминает, а обращается от имени брата, родного брата Идума, это Израиль. Так сказал брат твой Израиль, ты знал всю тягость, которую нашла нас. И спустились отцы наши в Египет, и жили мы в Египте, днемногие, сделали зло нам египтян, и отца наши. И завопили мы Кашем, и услышал город наш, и послал посланца, там Ашеба, конечно, и вывел нас из Египта, и вот мы в Кадеше, в городе на краю границы твоей. Все там один на вывод, что Кадеш как раз на границе дома находится, горы Си. Пройдем, пожалуйста, по стране твоей, не пройдем по полю, по винограднику, не будем пить воды колодца, дорогой царя пройдем, не свернем направо и налево, пока не пройдем границу твою. Что такое дорога царя, это как бы проспект центральный, да, то есть он не огородами, не через поля, не через леса, а по центральной автомагистрали они пройдут, и ничего не возьмут, а если возьмут, заплатят, да. И сказал ему Идум, не пройдешь через меня, чтобы с мечом не вышла навстречу тебе. И сказали ему сыны Израиля, по обходной дороге поднимемся, если воды твои будем пить, я искот мой, и дам я плату их, только нет ущерба, ногами своими пройду. И сказал, не пройдешь, и вышел Идум навстречу ему с народом тяжелым и рукой сильной. И отказался Идум дать Израилю пройти границы свои, и свернул Израиль от него. Значит, мы здесь сейчас видим, что Содомом здесь разговор особый. Идум не относится к семи народам Кнаана, и Содомом нельзя так поступать, как с народом Кнаана. Поэтому в этом случае евреи обходят гору Руси и уходят, не вступая в конфликт Содома. И двинулись из Кадеш и прошли сыны Израиля в общину к горе Гар. И сказала, что Маша и Аарона на горе Гар, на границе страны и дом. Сказал, соберете с Аароном к народу своему, потому что не пройдет в страну, которую дали сынам Израиля за то, что нарушили выгуста моих увод сорок. То есть прошло время Аарона умереть. Значит, Мирьям уже умерла, теперь время умереть Аарону. Возьми Аарона и Лазара, сына его, подними их на гору Гар, и сними с Аарона одежды его, одень в них Лазара, сына его, Аарон соберется и умрет там. И сделал Маше, как приказал Ашима, поднялись на гору Гар перед глазами всей общины и снял Маше с Аарона одежды его и одел в них Элизара, сына его, и умер Аарон там на вершине горы и спустился Маше и Элизар с горы. И увидела вся община, что вытянулся Аарон и оплакивали Аарона 30 дней весь дом Израиля. Вытянулся Аарон, имеется ввиду, что он как бы добровольно принял смерть, которая была совсем не мучительна. И настолько он был любил в народе, что Аарон оплакивал 39 дней весь дом Израиля. То есть мужчины, женщины, дети все оплакивали Аарона целый месяц. Вот это очень много и по-моему мало кто удоставился такой чести. За Маше столько не плакали. Потом это увидим. И услышал Кнагани царь Аарада живущий на юге, что пришел Израиль через Атарим и воевал против Израиля и захватил из него плен. То есть здесь произошел военный конфликт, потому что один из царей Кнаана напал на Израиль, потому что услышал, что он идет и ему удалось даже захватить кого-то в плен. Здесь очень самое разное толкование, что захватил он всего одну рабыню, что он захватил только вещи ни одного человека. В общем, минимальные какие-то потери, но для народа Ашем это всегда было много. Даже одна рабыня это много в этом случае. И дал Израиль недр для Ашем и сказал, если давай дашь народ этот в руку мою и уничтожу города его. То есть никаких трофеев не будет брать. Это Израиль это здесь опять машина. И послушал Ашем голоса Израиля и дал Кнаани и уничтожил их и города их и назвал имя месту Хорма. Помните когда-то мы вспоминали что пустыня называлась Хорма. Уничтожение. И двинулись с гор путем моря Тростникова обходить страной дом. И не выдержало душонарога в дороге. Значит ну как путем моря Тростникова по всей видимости они пошли назад в сторону одного из заливов Красного моря. Сейчас мы попробуем найти другую карту. посмотреть куда мы пошли что где и как может здесь будет понятно вот здесь этот автор он Кадеш Барнея поместил сюда но это просто Кадеш А Кадеш Барнея где-то был здесь в Негере вот и отсюда типа пошли обходить гору Сир здесь у них Сир где-то в другом месте и тут нападает к наони царя рада живущая на юге но здесь становится вопрос с чего это вдруг на юге к наони взялся вот есть здесь такое толкование достаточно популярное что это на самом деле была Амалек что Амалек хлебом не кормит дай напасть на евреев и в этом случае они просто выдавали себя за окна они ну и кончилось это плохо так пошли обходить страну Эдо и не выдержал душу народа в дороге и говорил народ против Илаима и против Машей зачем подняли вы нас из Египта умереть в пустыне потому что нет хлеба нет воды и душа наша противилась хлебом негодно но это немножко нагло хлеб негодный это ман как вы понимаете но здесь опять же вот такое если рациональное объяснение то эти люди 40 лет жили в пустыне они там ходили по кругу грубо говоря то есть от стоянки к стоянке набрали этот омр этого мана покушали а здесь им сейчас приходится идти через пустыню в таких достаточно жестких условиях им показалось что их рациона уже не хватает ну и воды нету опять же ну и тут началась нехорошая вещь и послал Ашем против народа змей с Рафим и жаленый народ и умер народ многие в Израиле и пришел народ к Маше и сказал провинились мы что говорили против Ашем и против тебя помолись к Ашем и удалить от нас змея и молился Маше за народ плохих чувств к народу у Маше опять не было несмотря на то что опять он что-то натворил и опять второй раз уже в план его не пускают он готов помолился за народ вот и здесь еще здесь такая мелкая деталь что послала против народа змей с Рафим то есть это змей которые как бы обжигающие укусы очень болезненные что значит послал Ашем то есть имеется ввиду здесь может показаться что Ашем собрал всех змей и сказал ну-ка быстро все поползли и кусайте евреев но так же быть не могло на самом деле поэтому говорится что так как уже началась эта муча и опять народ усомнился в Ашем то просто-напросто начали исчезать защиты облака которые защищали народ и когда поднялось какое-то облако получилось так что в пустыне много змей на самом деле и начались проблемы со змеями которых раньше никто не знал потому что во время странствия в пустыне народ Израиля был защищен присутствием Ашем а здесь просто присутствие это убралось типа вы такие хорошо давайте вы будете сами теперь но самим здесь не получилось опять пошли к Маше Маше помолился и сказал Маше сделай себе сараф и помести его на шесть и будет всякий ужаленный и увидит его и будет жить и сделал Маше змея меди и поместил его на шесть и было если ужали змей мужа и взглядит на змея меди и будет жить очень загадочный такой момент во-первых чем поможет змей в этом случае нет ли здесь какого идолопоклотства что-то смотреть на какого-то медного змея на шести нет ли здесь что чего непонятного нет допустим ничего непонятного в этом случае идем дальше разве медный змей может убить кого-то или спасти кого-то от смерти конечно же нет но до тех пор пока сыны Израиля поднимали славя глаза к небу и стремлялись всем сердцем к творцу они исцелялись но если они отказывались направить себе помыслы из своего сердца к отцу небесному они погибали это медраж значит имеется ввиду что этот змей должен был напомнить собственно говоря простую вещь всего Всевышнего и это тоже определенный урок Израилю который идет от Всевышнего и этот змей не сам по себе а он от Всевышнего и когда это смотришь на змея на шести ты вспоминаешь это то что Маша тебе говорила об этом да действительно это же от Всевышнего если от Всевышнего то дело совсем другое ведь человек не умирал от этого а если он думал сюда в небо плыв меня укосила ядовитая змея я сейчас ложусь в мир то здесь это надо понимать так что это не поклонение змея это поклонение Всевышнему это просто напоминалочка это как указка куда надо смотреть в этом случае надо смотреть в небеса грубо говоря но мы почему-то традиционно говорим что небеса это место обитания Бога хотя это неправильно потому что как в том Медрошет я тебе мальчик я тебе дам 10 рублей злота если мне покажешь где Бог мальчик говорит я вам тоже там 10 рублей злота если у меня покажешь где Бога нет то есть не обязательно но тем не менее Шамаем это всегда считалось символом скажем так символом пребывания Ашем и поэтому когда люди смотрели в небеса они вспоминали да мы не сами посидели и поэтому оставались жить и после Медный Змей сделанный Маше был впоследствии помещен с нами Израиля святая святых где хранились все предметы служив вещественным доказательством великих чудес совершенных творцом для своего народа они были перенесены святая святая храм воздвигнутого в Иерусалиме на горе Мурия до периода правления Царахийский Яху не было опасности что люди начнут воспринимать медного змея как изображение божества или как символ одной из сил Всевышнего но Царахийский Яху почувствовал такую опасность и принял решение разбить змея на мелкие части его поступок был одобрен мудрецами Торы как его современниками так и теми кто жил поколениями пост все записано во второй книге Малахим во второй книге Царей такое решение Хийский Яху то чтобы ни в коем случае у нас не возникла мысль что здесь вообще каким-то образом хотя бы каким-то опосредованным было поклонение чему-то кроме Ашем и тем более организовал это Маше то есть золотой телес здесь ни про чем люди не поклонялись ни к чему и змею тоже не поклонялись люди поклонялись Ашем и в этом случае ладно здесь мы уже еще один кризис прошли и двинулись сыны Израиля расположились в Авод и двинулись из Авод и расположились в Аварим в пустыне которая при лицу Маава с восхода солнца значит перед лицом Маава с восхода солнца это мы имеем ввиду что они с востока подошли оттуда двинулись и расположились в Нахале Зеред оттуда двинулись и расположились с той стороны Арнона который в пустыне выходящей с границы Эмари потому что Арнон граница Маава между Маавом и между Эмари так у нас здесь есть вот Зеред есть вот так а Зеред у нас есть Нахаль Зеред вот а вот вторая Арнон которая здесь называется Арнон да вот Арнон а вот Зеред вот они здесь находились вот в этом месте поэтому поэтому скажется в книге воинаше Ваев в Суфе и на Нахале Арнона и течение Нахалей которые спускаются до поселения Ара и прилегают к границе Маава и оттуда к колодцу это колодец о котором сказал Ашем Маше собери народ и я дам для них воды тогда запоет Израиль песню эту поднимись колодец воспевайте ему колодец выкопали его главы в общем эту песенку мы пропустим каждый может сам до себя прочитать и послал Израиль посланцев к Сихону царю и Мари сказав пройду я по стране твоей не сверну на поле виноградник не будем пить воды колодца по дороге царя пойдем пока не пройдем границу твою и не дал Сихон Израилю пройти границу своей собрал Сихон весь народ свой и вышел навстречу Израиля в пустыню и пришел в Яац и воевал против Израиля вот такое и поразил его Израиль мечом и наследовал страну его от Армона до Ябука до сынов Омона потому что крепка граница с сынов Омона у нас по-моему Ябука здесь уже нету на этой карте а мы сейчас возьмем другого где у нас здесь еще есть карта там чтобы Ябук еще был наверное здесь будет посмотрим здесь тоже нету сейчас найдем там где чтобы Ябук попал так но в принципе мы немножко абстрагируемся от этого это все здесь происходит на восточном берегу реки Ярда так и взял Израиль все города и поселился Израиль во всех городах Хешбон и во всех пригородах Хешбон вот он потому что Хешбон город Сихона царя Мариона а он воевал против царя Маава первого и взял всю страну его из руки до Арнона поэтому скажут сказители войдите в Хешбон обстроиться и утвердиться город Сихона потому что огонь вышел из Хешбона пламя из Кирья Сихона пожрала Ар Муав хозяев высот Арнона ой тебе Муав то есть горе тебе Муав пропал ты народ к Моша к Мошу ты их идол дал сыновей своим беженцами андаферей своих плен царю и Мари Сихона и поразили моих стрелами пропал Хешбон до Дивона и опосточились моих до Нофаха который до Мейд и поселился Израиль в стране и Мари и послал Маши разведать Яэзер и захватили пригороды его и наследовал и Мари который там и повернули и поднялись по дороге в Башан и вышел Ох царь Башана на встрече он и весь народ его на войну в Эдре ну Ох обычно представляется как великан это потомок того Ога который пережил всемирный потоп там Медраш естественно пережил всемирный потоп из-за каких-то заслуг своих которому Ноф позволил держаться за ковчев и подкармливал вот это его потомок один из великан у него есть какие-то заслуги сейчас мы не будем туда были какие-то заслуги скажем так до этого момента он и весь народ его на войну в Эдре и сказал Охамашу не опасайся его потому что в руку твою дал я его и весь народ и всю страну его и сделаешь ему как сделал Сихлону царю и Мари который живет в Хешбоне и поразили его и сыновей его и весь народ до неоставления у него уцелевшего и наследовали страну его и двинулись сыны Израиля и расположились в степях Моава с той стороны Ярдена Ярихо то есть с той стороны Ярдена находится Ярихо вот он маленький Ярихо он здесь написан и здесь расположились среди сына Израиля как помните первая стоянка после Ярдена был Галгар вот он тоже здесь в общем на этом заканчивается наша глава сейчас я посмотрю не можем ли мы как-нибудь найти нету ли здесь у нас авторы к этой главе нету здесь где же он есть где же он есть так ну что мы можем сказать ну про ОГА мы уже вспомянули так где же они так маханаема сайт я помню что у них что-то есть такая очень удобная таблица таблица чего таблица недельный глав и авторы книги это же в Сидуре есть тоже у меня в Сидуре нету я помню это должно быть шахтин у них если не ошибаюсь посмотри пожалуйста что там у нас чтение туры и авторы не так просто разобраться таблицах так тишута может быть здесь ага вот оно так у нас что сейчас тут немного не то тут получается чтение как праздники шаббат порядок чтения автора книги хукат вот она нашел у нас значит шафтим 11 1133 значит сейчас мы быстренько прочитаем она не очень длинная а и в такси сын гелада гелад это мы знаем что это вот как раз тоже восточный берег реки ордан был отважным человеком и был сыном наложницы отцом и в такси был гелад и родила жена гелада ему сыновей и выросли сыновья женщины и выгнал выгнали они и в такси сказали ему не получишь ты уделал доме отца нашего ибо сын другой женщины ты ну не очень справедливо конечно и убежал и в такси от братьев своих и поселился в стране тоф и стекались к ифтаху люди пустые и выходили с ним на войну и было спустя многие дни начали воевать сыны амона с израилем и было когда воевали сыны амона с израилем пошли старейшины гелада чтобы привезти ифтаха из страны тоф и сказали они ифтаху приходи и будь у нас военачальниками сразимся с сынами амона и сказал ифтах старейшинам гелада но ведь вы возненавидели меня и выгнали меня из дома отца моему почему же прошли вы ко мне теперь когда беда у вас и сказали старейшины гелады ифтаху потому что возвратились мы сейчас тебе чтобы пошел ты с нами и сразился с сынами амона и был бы у нас годовой всех жителей гелада в общем здесь мы видим историю сейчас я попробую и вывести на экран большими буквами у смысл в том что это уже дело происходит в будущем когда на восточном берегу иордана живет израиль и один из судей который возглавил войну был ифтах вот и его просит возглавить армию соглашаться с определенными условиями и короче он собрался на войну с амоном так и послал ифтах послов к царю сынов амона сказав что тебе до меня что пришел ты ко мне воевать стране моей и сказал царь сынов амона послами ифтаха потому что захватил израиль происходит своем языке свою мою страну мою от орнона до ябока и до иордана а теперь взросли мне это с миром то есть о чем идет разговор о том что мы только что прочитали и опять и опять послал ифтах послов царю сынов амона и сказал ему так сказал ифтах не захватывал израиль страну мааф и страну сынов амона ибо происходит своем из египта израиль шел по пустыне до моря суф и пришел в кадыш и послал израиль послов царю и дома сказав позволь мне пройти через страну твою но не внял царя дома также к царю маава послал он послов но и тот не согласился и поселился израиль в кадыше еще он по пустыне и обогнул страну и дом и страну мааф и подошел со стороны восхода солнце к стране мааф и расположились на израиля по ту сторону арнона но не переходили границы маава ибо арнон граница маава и послал израиль послов к сихону царю и марии в царю хешбона и сказал ему израиль позволь нам пройти через страну твою до места моего но не поверил сихон израиля не дал ему пройти через границу свою и собрал сихон весь народ свой расположился в ягадсе и сразился с израиля мне дал бог всесильный бог израиля сихона и весь народ его в руке израиля разгромили они их и владел бог всесильный израиля изгнал и мариев от лица народа своего израиля а ты овладеть хочешь землями землями этими тот что даст тебе владение к нож божество твое тем я владеваю а всем что дал нам владение бог всесилий наш, теми овладеем мы. Все. Вот и ответ. И видите, какая прямая связь авторы с нашей недельной главой. Да, действительно, это то самое, что мы только что слышали прямо из Тора. И вот это, вот это, восточный берег реки Иордан, своего рода немножечко вошел в Кнау, да. Здесь все-таки это стало частью Израиля, восточный берег. Но с другой стороны, могло не становиться, если бы царь просто бы их пропустил, правильно? Он не только не пропустил, то есть две войны были. В одном месте была война с переодетыми амаликитянами, а в другом месте уже была война с царем, которая закончилась очень плохо для этого цара. Вот. Ну, все, наверное, на сегодня. Очень, мне, допустим, эта глава кажется очень важным. Хотя бы даже из-за истории с Пара-Дума с Красной Королой. Спасибо огромное, Владимир. До встречи. Всех благ вам, давайте. Пока-пока. До свидания. Продолжение следует...